Библейский портал экзегет.ру представляет В рамках библейского портала экзегет.ру мы продолжаем чтение и изъяснение Священного Писания, и сейчас мы читаем четвертую главу послания святого апостола Павла к Васянам. «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах». Это то, что апостол продолжает говорить об отношениях рабов и господ, и апостол приходит в мир, где существует институт рабства, как социальный институт, и он не призывает устроить социальную революцию, не призывает свергнуть рабоводельческий строй, нет. Он говорит, что люди внутри тех социальных условий, которые существуют, должны вести себя как христиане. То есть рабы, подчиненные, должны вести себя добросовестно, господа, оказывать рабам должное и справедливое. Апостол не устраивал социальной революции, однако в итоге христианство разрушило рабство как институт. Во всех цивилизациях рабство существовало, и только христианство его разрушило. Почему? Потому что христианство возвещает, что каждый человек создан по образу Божию и обладает неустранимым достоинством. Это значит, что если вы, благодаря случайности рождения, оказались господином над другими людьми, вы обязаны поступать с ними по справедливости, боясь Бога. Если вы оказались по случайности рождения в подчиненном положении, вы оказались в рабстве, вы должны поступать справедливо и добросовестно, боясь Бога. И апостол говорит очень важную вещь. Достоинство человека никак не зависит от его социального статуса. Он немножко раньше сказал в третьей главе, что нет ни Элина, ни Иудея, обрезанья, ни обрезанья, варвара, скифа, раба, свободного. Перед Богом не имеет никакого значения ваш социальный статус. Человек может быть миллионером, человек может быть знаменитостью, человек может быть нобелевским лауреатом, он может быть разнорабочим в магазине, он может занимать какую-то самую низкую, низкооплачиваемую позицию социально. Перед Богом это не имеет значения никакого. Перед Богом имеет значение то, что человек пребывает во Христе и хранит Божьи заповеди. Поэтому каждый человек призван на том месте, где он находится, в рамках той социальной структуры, которая существует, угождать Богу и поступать так, как Богу угодно. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую и я в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Апостол говорит, что жизнь христианина, она проявляется в частности в молитве, в постоянной, в непрестанной молитве. Потому что мы не можем жить христианской жизнью без молитвы, точно так же, как мы не можем жить обычной нашей биологической жизнью без дыхания. И молитва предполагает усилия. Апостол говорит, будьте постоянны в молитве. Молитва – это не просто внезапный порыв, когда у меня возникло настроение. Молитва – это не просто воззвание к Богу в минуту нужды и опасности. Да, конечно, мы призваны взывать к Богу в минуту нужды и опасности. Это совершенно правильно. Мы по адресу обращаемся. Но апостол говорит, будьте постоянны в молитве. И когда вы чувствуете нужду, особенную нужду в Божьей помощи, и когда все идет гладко, и у вас вроде ничто не вынуждает вас выпиять к Богу. И когда вы хотите возблагодарить Бога, и все хорошо, и когда все не очень хорошо. Будьте постоянны в молитве, говорит апостол. Молитва – это постоянное усилие, постоянный труд. В православной церкви есть традиция утреннего и вечернего молитвенного правила. И иногда люди ее не понимают. Они думают, что молитва должна быть чем-то таким спонтанным, чем-то идущим из сердца, чем-то таким свободным. И это, ну, очистиверно. Но так вы очень скоро оставите молитву. Очень скоро у вас настроение пропадет. И церковь нас наставляет, и апостол нас здесь наставляет, будьте постоянны в молитве. Выделите время, когда вы молитесь Богу. Просыпаясь утром, отведите какое-то время на общение с Богом. Найдите себе молитвенное правило. Да, вот молитвенное правило в молитвословии может показаться, особенно новоначальным христианам, длинным и тяжелым и трудным. Но выделите себе хотя бы несколько молитв, которые вы можете прочитать, и читайте их регулярно. Независимо от настроения, независимо от хотения, как священник приходит служить литургией, он ее служит, просто независимо от настроения. Точно так же, независимо от настроения, будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Апостол наставляет нас проявлять благодарение. Это очень важно. Христианская жизнь – это жизнь в благодарении Богу. Очень важно быть благодарным, потому что это, во-первых, справедливо. Это правильно. Мы являемся получателями Божьей богодати. Бог даровал нам великие милости. Бог сделал нас святыми, избранными и возлюбленными. Бог уготовил нам небесное спасение, жизнь вечную и блаженную. Мы должны быть благодарны. Есть еще одна причина. То, что неблагодарность разрушает человеческую жизнь. Человек неблагодарный – это несчастный человек. Это человек, пребывающий в унынии, в депрессии, жизнь которого идет на берекосяк. И как-то я слушал цикл лекций по психологии. Абсолютно какой-то мирской психолог их читала. И она рассказывала, как она помогала человеку, который пребывал в глубоком унынии из-за того, что не мог найти работу. У него все не клеилось, все валилось из рук. И она ему сказала, что он должен благодарить, находить поводы для благодарности и благодарить людей, которые проявили к нему какую-то доброту, какое-то расположение. И он говорил, ну как же я могу, ну о чем мне благодарить вообще? Вот у меня все плохо, у меня работы нет, у меня денег нет, у меня друзей нет, все плохо. И она ему говорит, нет, вы все-таки вот найдите за любое проявление благожелательности, благодарите людей. Напишите письма всем, кому вы обращались за работой, с благодарностью за то, что они уделили вам время. И вот он стал так поступать, изменилось его отношение к жизни, в конце концов, нашего работы все наладилось. Потому что неблагодарность это то, что нашу жизнь разрушает, даже на чисто психологическом уровне. Поэтому мы должны быть благодарны, находить в жизни хорошее и благодарить за это Бога. Молитесь также о нас, то есть о Павле и его спутниках, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христова, за которую я и в узах. То есть апостол пишет это послание, сидящий в тюрьме, и мы видим, что все эти великие вещи апостол возвещает, находясь в тюрьме. То есть в ситуации, когда большинство из нас пришло бы в крайнее уныние и растерянность и огорчение, но апостол бодро и решительно возвещает Слово Божие. Ему есть чем заняться. У него есть чрезвычайно важная миссия, и тут к нему можно применить слова, что тот, кто имеет зачем жить, тот в состоянии пережить практически любое как. И далее он говорит, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь богоразумно, пользуясь временем. Слово ваше, да будет всегда с богодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Апостол говорит, слово ваше, да будет с богодатью, и это очень важное задание для нас, потому что люди очень легко впадают в гнев, ярость, в злословие, особенно в социальных сетях, и мы должны помнить, что слово наше должно быть с богодатью. А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем. И далее идет длинный список приветствий, сейчас мы его зачитаем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадую. Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и находящихся в Адикии и Ераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный и Демас. Приветствуйте братьев Ваадикии и Немфана и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Адикийской церкви. А то, которое из Адикии, прочитайте и вы. И мы видим здесь, как апостол передает ряд приветов от членов церкви, которые находятся с ним. То есть апостол поддерживает здесь общение. Церковь – это люди, которые пребывают во взаимном общении, которые знают друг друга, которые помнят друг друга, которые заботятся друг о друге. И тут интересный момент. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный. Святой апостол и евангелист Лука, он по профессии был врачом. И церковь традиционно относится к медицине как к чрезвычайно богоугодному делу. Церковь открывала больницы, госпитали. Там люди получали уход, получали лечение. Многие христианские святые были прославлены именно служением, которое мы бы сейчас назвали медицинским. И в основании европейской медицины лежит, собственно, служение церкви. Церковь занималась медицинским служением. Многие больницы были созданы богочестивыми людьми, которые желали угодить Богу. Это значит, что мы должны рассматривать врачей как божьих служителей. И если возникает такая необходимость, прибегать к медицинской помощи, поскольку медицина есть дело, которое Бог благословляет. Далее апостол пишет, скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполни служение, которое ты принял в Господе. То есть Архипа, апостол указывает, что он должен продолжать выполнять то, что ему поручено. «Приветствие моей рукою Павловой», то есть подпись его, «Помните мои узы, благодать со всеми вами, аминь». Апостол заканчивает тем, что он говорит «благодать», то есть милость Божия со всеми вами. И мы должны помнить об этой Божией благодати, которая нам дарована, чтобы мы помнили, кто мы теперь такие, какое великое изменение в нас произошло, когда нам было преподано Святое Крещение, и чтобы мы строили нашу жизнь на этой новой истине о том, кто мы такие и как нам теперь, исходя из этого, следует себя вести. Продолжение следует...